Небольшой гамбургер весом 47 килограмм для легкого перекуса. Сколько именно человек должны собраться на такой перекус не уточняется, но в избежание проблем с пищеварением лучше позвать всех друзей. Просто гигантская мышеловка. Она даже не слишком сильно впечатляет до того момента, пока не представишь мышь, для которой она предназначена, и сколько туда нужно класть сыра для приманки. Наверное, пару-тройку килограммов. На Филиппинах была создана самая большая пара обуви. Длина каждого ботинка более 5,5 метров. По подсчетам ученых, такую обувь мог бы носить великан ростом примерно 38 метров. Желающих примерить, пока не нашлось. Привет, с вами канал Фактория В музее самых больших вещей в мире хранятся мужские трусы поистине эпического размера. Ими можно смело заменять парашют при необходимости. Обычно в клетках держат птичек, но судя по размерам и гостеприимно открытой двери, это предназначено для людей. У кого-то, похоже, не выдержали нервы. Зачем, спрашивается, втыкать клавиатуру в стену дома? Ну ошиблись при производстве с размером, с кем не бывает. А вот как раз способ успокоить нервы. Огромное кресло-качалка. Вот только для того, чтобы его раскачать, потребуется с десяток человек. Ну кто не любит шоколадные яйца? При взгляде на такое у детей обычно пропадает дар речи. А теперь представьте, какого размера внутри должна быть игрушка. Очень милый валанчик. Великоват для обычной игры, конечно. Но зато под ним очень удобно укрываться от дождя. А поиграть и обычным можно. Гигантская ложка в комплекте с не менее гигантской вишней. Расположена вся эта конструкция посередине пруда. К сожалению, неизвестно, что она должна олицетворять. Может, просто автор был очень голодным? Все дети любят строить на пляже замки из песка. И почти все приносят с собой собственные игрушки. Хотелось бы посмотреть на владельца вот этого ведерка с совочком. Вот это я понимаю правильный размер кошелька. Во-первых, такой не потеряешь. Во-вторых, туда поместится действительно много денег. Да и не только денег. Туда вообще все что угодно поместится. Даже сам владелец кошелька. Когда смотришь на огромный рожок мороженого, вопросов к размеру не возникает. Больше хочется спросить, кто и как умудрился уронить его на крышу здания. Эти люди определенно не знают, как следует поступать с мороженкой. Размер почтового ящика намекает, что проживающий здесь человек привык получать действительно большие посылки. Ну не знаю, трактор, например, или крыло от самолета. Приспособить гигантскую расческу для парковки велосипедов? Это, конечно, отличная идея. Непонятно только, зачем вообще было делать гигантскую расческу? Исполинская ложка посередине пруда у нас уже была. Ну а эта вилка, видимо, идет к ней в комплекте. Только ее зачем-то воткнули в середину озера. Всего лишь четырехметровая гитара. Вещь, конечно, интересная, но абсолютно бесполезная. Для того, чтобы на ней поиграть, потребуется минимум четыре человека. Огромная пуговица на детской площадке выглядит вполне уместно. Вот только знаете, что пугает? Что ее кто-то надкусил. Правильная грелка должна быть такого размера, чтобы греть все тело целиком и сразу. Кому нужна обычная мелочевка? Да на такой сразу спать можно. Любите плюшевые игрушки? Вот в шведском городе Эребру тоже, видимо, любят. Поэтому установили на главной площади вот такого гигантского зайца. Точнее, они его уложили. Видимо, стоять эта конструкция отказалась. Всего лишь сигара, размером около четырех метров. В таком масштабе больше напоминает ржавую водопроводную трубу, чем предмет гордости коллекционеров. Видимо, в комплекте к предыдущей сигаре шла вот такая спичка. Нет, ну серьезно, она же толщиной с ножку стула. Что предполагалось ей зажигать? Хорошее кресло. В гостиной такое поставлю. Правда, есть подозрение, что гостиную придется устраивать под открытым небом. Зато на нем может поместиться сразу человек 15. На другую мебель можно и не тратиться. Сталкивались с проблемой, когда не можете собрать в поездку все вещи, которые хотите, просто потому, что они не помещаются в чемодан. Что ж, производители чемоданов о вас позаботились. В таком можно не только весь гардероб увезти, но и весь дом в разобранном состоянии. Умные люди ходят во время дождя с зонтиком. А о машинах кто позаботится? Вот, нашелся какой-то неравнодушный человек, установил гигантский зонтик над сложной дорожной развязкой. Это уже не просто бумажный самолетик. Это настоящий бумажный авиалайнер. Правда, судя по измятому носу, улетел он не особенно далеко. Просто булавка размером в 5 метров. Зачем она нужна? Как ее можно использовать? Столько вопросов и ни одного объяснения. Вот для исполинской прищепки применение нашли. Ей прищемили газон. Наверное, чтобы ветром не сдувало. Ну сделали вы гигантский стаканчик для кофе в рекламных целях. Похвально. Но зачем же было опрокидывать его прямо на тротуар? Тут, знаете ли, люди ходят. А вот эта инсталляция навевает жути. Вообще-то она просто призвана продемонстрировать сцену из оперы Верди Бал Маскарад. Но выглядит все равно очень впечатляюще. Хороший размер пакета из Макдональдс. Мне определенно нравится. Только тащить, наверное, неудобно. Все любят запускать мыльные пузыри. Но автор этого проекта явно был фанатом. Обычные размеры его, похоже, не устроили. Поэтому он решил сделать свою версию, чуть-чуть побольше. Но слегка увлекся в процессе. Эпических размеров унитаз, который к тому же используется в качестве аттракциона для детей. Им, судя по всему, нравится. Но выглядит это все странно. Большая пуговица требует соответствующего размера иголки. Заодно и от дождя можно спрятаться под такой инсталляцией. Ну почему людей не устраивают вещи обычного размера? Что собираются делать с этой губкой размером с небольшой матрас? Посуду такой мыть точно будет неудобно. Надоело, что друзья у вас постоянно просят скейт прокатиться? Тогда вам нужен вот такой. Кататься можно всем вместе. Главное, найти подходящую дорогу. Если есть гигантская морковка, значит, где-то рядом есть и гигантский кролик. Я бы там не задерживался надолго. Ракушка очень впечатляющего размера. Но не пугайтесь, в ней никогда не жил гигантский моллюск. Так развлекается британский скульптор, создавая огромные раковины из бронзы. У каждого свое хобби, в конце концов. Дамская сумочка, в которую наконец-то поместится все, что нужно. В том числе дети. Действительно идеальный размер. Не секрет, что в Индии просто обожают золотые мелочи. Ну с мелочами-то все понятно. Вот только золотую шариковую ручку размером 7 метров мелочью язык назвать не поворачивается. Попкорна должно быть много. Настолько много, чтобы хватило всем посетителям парка. И еще осталась. Чудесная рекламная акция, на мой взгляд. Кружка чая правильного размера. С такой точно не придется бегать на кухню за добавкой. Да и вообще, при необходимости ее как бассейн использовать можно. Забавная скамейка, которая призывает всех курильщиков не мусорить на площади. Поскольку даже мелкий мусор может быть очень заметен. Впечатляющих размеров домино. Такое с собой в поход точно не возьмешь. Ну разве что раздать каждому участнику похода по одной доминошке. Может тогда удастся дотащить до привала полный комплект. Очень странная туфелька. Помимо того, что она огромного размера, обратите внимание, что создали ее из металла. Ветром такую конструкцию точно не опрокинет. Как будто гигантской ручки людям было мало. Поэтому они решили сделать не менее гигантский карандаш. Длиной 23 метра и весом около 9 тонн. Впечатляющих размеров свитер, который можно в буквальном смысле надеть на целое здание. Довольно специфический способ утепления. Плитка шоколада весом почти 4,5 тонны, длиной 5,6 метра, попавшая в книгу рекордов Гиннеса, была создана в Армении. Самое приятное, что после фиксации рекорда шоколад был съеден жителями. Обычно считается, что вязание это хобби, не требующее большого пространства. Но все меняется, если спицы длиной по 3 метра каждая. Тут уже для хобби придется выделять отдельную комнату. В Австрии создали бутылку вина, вмещающую в себя 490 литров. На данный момент это абсолютный мировой рекорд. И подобраться близко к нему никто не пытается. Острые куриные крылышки это прекрасно. Особенно прекрасно, когда их много. Настолько много, что требуется лесенка, чтобы добраться до края ведра. Огромная печать, которую кто-то по недоразумению забыл в парке. Ну еще бы, вещица мелкая, легко не заметить такую пропажу. Исполинский MP3 плеер тоже точно не потеряешь. Есть правда один минус. Портативным такое устройство назвать не получится. Придется нанимать фургон, чтобы возить его с собой. Гигантские карандаши и ручки требуют соответствующих колпачков. Пугает только то, что его кто-то уже погрыз. Это каким же упорством нужно обладать? Кто и зачем пытался распилить парк? Нет, фантазия дизайнеров, конечно, радует. Однако, когда инсталляция не дает никаких ответов, а только оставляет вопросы, это ненормально. Вот это, я понимаю, манго. Сразу видно, что здесь его любят и ценят. Жаль, пока не вырастили настоящее такого размера. Обычными пасхальными крашенными яйцами никого не удивишь. То ли дело яйцо размером с автомобиль. Увы, оно тоже несъедобное. Сплошное разочарование. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео.